У нас с вами сегодня встреча, посвященная поддержке малого и среднего бизнеса. Тема она постоянно в зоне внимания правительства, других структур. Но с учётом того, что ситуация не такая, как мы бы все, наверное, хотели, нам всё равно приходится к этим вопросам возвращаться. Работа по поддержке и стимулированию этого вида предпринимательства ведётся довольно значительная. Идёт она по разным направлениям. Во-первых, государство принимает меры по созданию мотивации для тех, кто открывает своё дело. И, во-вторых, это поддержка уже работающих компаний. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить меры по повышению доступности кредитования для небольших компаний и совершенствованию механизма предоставления государственных гарантий или же поручительств для малого и среднего бизнеса. Сегодня, как известно, цифра тоже всем хорошо знакомая. Удельный вес малого и среднего бизнеса в экономике страны не слишком велик, если его сопоставлять с развитыми странами. Хотя, конечно, этот сектор всё равно растёт. Но у нас пока доля малого и среднего бизнеса в ВВП – это порядка пятой части от общей численности занятых, если считать, это четвёртая часть от численности занятых. В других странах цифры другие, вы знаете. Стимулирование деятельности малого и среднего предпринимательства – один из элементов экономической политики. Напомню, что у нас и в рамках национальной инициативы, и в рамках тех дорожных карт, которые мы приняли, мы действуем для того, чтобы выбирать существующие препоны, чтобы компании работали свободно и эффективно. Здесь тоже есть движение вперёд. Нельзя считать, что ничего не происходит. И в области таможенного администрирования, и строительства, и энергетики. Уже в этом году новые предприятия малого бизнеса в производственной, научной и социальной сферах смогут воспользоваться двухлетними налоговыми каникулами. Работа по реализации этого решения идёт достаточно активно. Ну и надеюсь, что для малых и средних предприятий более открытой станет система государственных закупок на основе закона о контрактной системе. Кредитный ресурс действительно одна из серьёзных проблем. Ну, в общем, ситуация всем известна. Банки не особенно любят вкладывать деньги в малое предпринимательство. Ну, банковская осторожность, с другой стороны, тоже понятна. Большинство небольших фирм имеют низкую кредитоспособность. Это связано с, опять же, низким качеством залогового обеспечения и отсутствием ликвидного имущества, которое может быть предметом обеспечения или же предметом взыскания. Действующие меры по развитию кредитования малого и среднего бизнеса пока нам качественный рывок не дали в этом плане совершить. Есть целый ряд предложений, сегодня мы их обсудим. Они носят дискуссионный, скажем так, аккуратный характер, включая возможности долгосрочного кредитования с использованием средств Фонда национального благосостояния путём размещения определённой суммы в банках с высоким рейтингом долгосрочной кредитоспособности. Но Фонд национального благосостояния – это наш важнейший ресурс, и вопрос любого его использования требует очень серьёзного анализа. Давайте ещё раз поговорим о всех плюсах и минусах такого пути. Сегодня мы также обсудим систему гарантий, которую государство готово предоставить кредитным организациям при инвестировании в малый и средний бизнес. Предлагается создание национальной системы гарантийных организаций, с единым координирующим центром. Им станет Федеральный гарантийный фонд, он же Агентство кредитных гарантий. Предлагается создать его в форме небанковской кредитной организации. Основная задача агентства – это предоставление контргарантий региональным гарантийным организациям, которые уже этим занимаются. Гарантии, которые такое агентство сможет предоставлять, наверное, должны повысить возможности банков без особого риска кредитовать относительно небольшой бизнес, что должно в целом увеличить общий объём инвестиций в этот сектор экономики. Здесь есть определённые цифры по оценкам Минэкономразвития. Сейчас Алексей Валентинович доложит их. Цифры выглядят довольно привлекательно. Чуть ли не до полутриллиона рублей можно будет собрать. Но поживём, увидим, какие будут результаты. В любом случае надо действовать и в этом направлении тоже.